Приветствую, уважаемые! Меня зовут Эндрю Браун и я режиссер. Приветствую, уважаемые! Это Путь режиссера Эндрю Браун. Это вторая серия. Если вы не видели первую, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании, также сверху. Здесь я рассказываю свою автобиографию пути, как я начинал, как мы продолжаем двигаться дальше, какие сложности возникают на пути в видеоиндустрию, что здесь есть интересного и какие подводные камни, с чем каждый из нас сталкивается. Это очень интересно, делиться между собой опытом. И этот канал в большей мере создан для того, чтобы делиться своими знаниями, для того, чтобы создавать комьюнити людей, которые будут непосредственно проходить тот же путь, который ты проходишь и вместе как-то делиться опытом и дальше двигаться. Сегодня эту серию я хочу посвятить тому, как я перестал снимать видео на полгода. Как я завязал с видеоиндустрией в таком вот условном понимании этого слова. На самом деле, да, я полностью завязал с этим, потому что мы с другом собрались поехать на заработки. И так как это происходит в простых, скажем, таких схемах и понятных для людей моментах, это начинается проблема с заработком на родине. И, как правило, это заканчивается поиском в гугле, как поехать там в Польшу, как поехать в Чехию, в Данию, как заработать денег, какие есть вакансии. И все это сводится к простым таким разнорабочим тенденциям, когда вы приезжаете и вы делаете такие, ну, не совсем, скажем, интересные вещи. Но эта необходимая жертва, да, приводит к нескольким позициям. В первую очередь, если вы едете для того, чтобы заработать денег, то здесь есть свои моменты и я думаю, что еще не раз придется съездить. Если же речь идет о том, чтобы найти себя, понять себя, возможно, переехать в другую страну, здесь все тоже по-другому. Но мы с другом просто решили поехать из нашей страны, это Украина, в Чехию. В Чехии мы решили работать на заводе. Точнее, мы все это проворачивали через моего друга, он искал подрядчиков. И так или иначе, нас определили на завод. Изначально мы ехали на какой-нибудь там бетонный завод и нам обещали что-то вроде 1000 долларов в месяц. Я понимаю, что для кого-то эти деньги, возможно, уже давным-давно пройденный этап, но у нас на родине, на Украине, в провинции 1000 долларов и выше зарабатывать регулярно. Но это из разряда фантастики. Не все могут достичь такого уровня, но то, что касается столицы, то здесь тоже есть свои нюансы. Потому что если ты не специалист и не высокого уровня квалификации, то такая же ставка в 1000 долларов в месяц возможно только у программистов и тех, кто уже дорос до этого уровня. Так вот, мы ехали, скажем так, не совсем за условными деньгами, хотя мы думали, да, мы заработаем кучу денег и будет все круто. Но на самом деле очень болезненная поездка, очень много научила и очень много различных ситуаций, которые я не могу вам прямо вот здесь рассказать, потому что это будет очень-очень долго. И так видео будет затягиваться. Но суть в том, что мы поехали туда, приехав, нас определили уже на другой завод, как это, естественно, бывает. Все, ты приезжаешь вроде бы на одно, а получается другое. Вот, и мы поехали на завод, скажем, ламинации. Но изначально, когда мы об этом говорили с чехом, там, да, мы подумали ламинация, ну, это вроде ламинат, там, стелить и так далее. Но на самом деле мы приехали на завод, где создавались пластиковые детали для автобусов и в Экобаз. Может, вы видели, такие разъезжают по Украине, такие ездят по Европе. И мы делали для них пластиковые детали. Это бампера, это всевозможные различного рода конструкции, которые были созданы для этого автобуса. И эта краска, это, скажем, не совсем здоровью, скажем, благоприятные условия, но это были, ну, реальные дни, когда мы работали на этом заводе. Нас поселили в неплохой дом, где было три этажа. И это был частный дом, построенный свежепостроенным чехом одним, да. И приятно все, приятно, как бы, условия, приятное проживание. И люди вокруг нас собирались разные, были сварщики, которые также заезжали по работе и получали, конечно, вдвое больше нас. Но так или иначе, мы нашли какой-то общий язык между этим всем и работали на протяжении полугода в такой вот манере. Ты приходишь на завод, ты работаешь работу одну и ту же и возвращаешься обратно. Начинали мы работать в 4.30, уже в 5 мы должны были быть в форме и на рабочем месте. И таким образом с утра мы вставали где-нибудь в 4.20, кое-как принимали завтрак и выдвигались на работу. Но благо у нас была машина и нам нужно было ехать до работы минут 7, минут 5. Если идти пешком, то минут 20. Нам любезный этот чех человечек подкинул машину, у нас были права. И мы с другом по одному ездили. У нас в комнате были 4 человека, мы вдвоем были с правами. И таким образом мы менялись и возили еще тех наших коллег на вторую смену. То есть были разные смены. Каждую неделю была разная смена. Это значит с утра до 4-3 часов дня и уже следующая неделя, это с 12, то 9 до 10. Работали мы по 8-9 часов и уже под конец всего этого мероприятия, естественно, по 8. Потому что были какие-то проблемы с тем, чтобы давать нам больше норм делать. И не хотели люди, скажем, помогать украинскому населению, Украине выживать. Поэтому были проблемы с часами. И за те часы, которые мы там работали, мы получали уже даже не тысячу долларов. То есть по сути своей мы приехали на заработки. Вернее даже не на заработки. Потому что по сути своей мы привезли домой гроши. Но эти гроши помогли сдвинуть дальше какие-то определенные вещи. И так или иначе помогли мне запустить мои проекты. На самом деле в Чехии мы не просто работали, приходили и засыпали. Потому что первое время так и было. Из-за того, что ты вроде бы покинул свой дом. Какие-то привычки, какие-то дела ты оставил там. И сейчас это какая-то новая для тебя сфера, где ты пытаешься как бы устаканиться. Но для творческого человека такая работа, которая связана с однотипными действиями, которые никак нельзя изменить. Допустим, если мы в After Effects можем подвинуть хотя бы, ну можно сказать, просто в любые ключи. И уже как-то будет картинка меняться. И ты от этого будешь местами кайфовать. И это просто в разрезе одной какой-то программы. А в целом в творческой индустрии, видеоиндустрии очень много различных, скажем, вариантов работ. А здесь все просто, все понятно. И это как бы по-первых тебя как-то стимулировало, как-то более, скажем, опускало на землю, что ли. Но начинало надоедать, начинало это все превращаться в такую очень нелицеприятную рутину. Плюс это по здоровью бьют, плюс это постоянно рано ты встаешь. И, скажем, неблагоприятные условия. Плюс мы занимались там спортом. Мы потом, мы до этого занимались с другом, да, и приехав туда, мы также пытались поддерживать какую-то форму. Но в разрезе того, что ты встаешь там в 5 утра, потом приезжаешь. В общем, недосыпание, недоедание и какие там тренировки нормальные для прогресса. Поэтому все это шло очень как бы с одной точки зрения интересно, но с другой точки зрения так, скажем, вроде бы ты в Европе, вроде бы другой менталитет, другое все. Но все же как бы это не совсем меняет то, что должно было бы произойти. Вот как бы как люди думают, когда приезжают там в Польшу, там еще куда-то и так далее. Вот кому-то везет, кто-то приезжает сразу на хорошие условия, на какие-то хорошие зарплаты, работает, получает деньги, там покупает квартиры дальше, там машины и так далее. И у нас были такие ребята, которые сварщики, они приехали, вот папа и сын, они постоянно ездят, каждый год ездят, работают, работают, все. И у них уже есть квартира, у них уже есть машина, обустроен дом на Украине, вот. И они не нуждаются ни в чем, им просто интересно, по кайфу вот ездить и испытывать вот такие вот, да, скажем, моменты там по здоровью, по разнообразию, по вообще всему. Вот они работают эту работу просто, обычно, и получают деньги, им ничего в принципе не нужно. Вот, не бизнес там открывать, ничего, вот просто вот такие вот ребята. И в принципе не жалуются, каждому все свое, как говорится, и поэтому мы как бы смотрели на это по-разному там с другом, да. И в дальнейшем, в дальнейшем мы уже, можно сказать, полгода, да, полгода мы проработали и дальше вернулись уже на родину. Но в процессе этих, скажем, заводских, да, тематик было не все так гладко с точки позиции, что вот видеосъемка мы заканчиваем с видео и начинаем работать на заводе, все хорошо. И вот я как бы думаю перспективу, да, что, а что это такое, да, то есть работаешь на заводе, потом, возможно, если будешь долго работать, получаешь там карту поботу, там еще какие-то моменты, то есть гражданство оформляешь, дальше уже движешься по какой-то условной карьерной лестнице. Но так ли это быстро или так ли это надобно, да, непонятно. И у нас там были на смене несколько украинцев, и там дядя такой, 37 лет, вот, который уже на то время, когда мы там работали, ему уже было за 50. То есть он рассказывал, что он приехал сюда в 37, и он на этом заводе уже отпахал около 16 лет. Этот дядя уже так выглядит, ну, старовато, и как бы все такое, здоровье и так далее, но он проработал там 16 лет. То есть 16 лет на том заводе, делая одну и ту же работу, которая не меняется, 16 лет на одной и той же должности, вот, и ты вроде бы живешь в прогрессирующей стране, ты получаешь какие-то дивиденды в виде денег, у тебя есть какая-никакая машина, ты можешь себе позволить там, да, ее обновить, вот. Но ты работаешь ту работу 16 лет, да, которая не меняется вообще, ну, от слова никак. И ты как человек, да, как какая-то единица тоже не развиваешься, потому что ты приходишь с работы там, да, ты попил условно пиво, посмотрел телевизор, и тебе снова нужно рано вставать на работу, поэтому ты движешься опять же на этот завод, снова с него, и таким образом кажется, что вроде бы ты работаешь там 8 часов, и этого, ну, как бы вроде мало, да, по меркам там работяг украинских, да, но ты все равно упахиваешься, ты все равно чувствуешь себя с годами хуже, и те выходные, которые есть, чтобы там выехать в какой-то соседний городок, ну, не совсем хватает, а мы так и делали, чтобы перезагружаться от этого вот суетливого мероприятия, мы просто субботу-воскресенье уезжали куда-то на машине за город, смотрели Европу и какие-то пейзажи, вот вдохновлялись чем-то, чтобы в понедельник еще раз вставать на это и двигаться, да, туда, зарабатывая эти там условные копейки, потому что понимаешь, что сейчас вернуться на родину, да, ты не можешь, потому что у тебя нет денег, нету там перспективы сейчас, и ничего ты там не сделаешь без ничего, да, ноль на ноль ничего не получается, поэтому пришлось дорабатывать, но все это время, пока я работал там, были идеи, они возникли уже спустя некоторое время, скажем, адаптации, после того, как ты понимаешь, где ты находишься и что тебя ожидает в будущем, ты начинаешь делать какие-то дальнейшие шаги, так вот, мои шаги были, это написание сценария для YouTube-канала, то есть я хотел по приезду открыть свой YouTube-канал, что и вы видите сегодня на экранах, и начать рассказывать о видеосъемке, начать заниматься этим вплотную, переехать в большой город, начать развиваться в этом и продолжать то, что я делал до того, как уехал в Чехию, то есть первый этап это когда мы, скажем, решили поехать, это были какие-то трудности, апатия, жизненные коллапсы, и просто не было движения в этом городе маленьком, и все, что ты можешь снимать, ты уже мог снять, и все это закончилось, а чтобы двинуться дальше, нужны инвестиции, а то, что ты там снимал, оно не дало тебе никаких практически дивидендов в виде денег, да, чтобы куда-то двинуться, брать у родителей, брать у друзей, это все равно потом нужно куда-то отдавать, где-то вот, ну, долги долгами обрастают, поэтому нет смысла этим заниматься, нужно заработать денег и дальше двинуться, поэтому принято было решение поехать, разгрузиться, перезагрузиться еще раз и подумать над тем, тем ли ты занимаешься в своей жизни. Много из вас задаются таким вопросом, допустим, когда заниматься начинают каким-то делом, тоже видеосъемка, вот, я уверен, есть такие ребята, которые начинали заниматься, когда какая-то вот ситуация произошла у своего друга, он там начал заниматься свадьбами, и вы посмотрели, о да, прикольно, может, я куплю камеру, тоже начну, или он перестал заниматься, вы заинтересовались, или вы с фотографией в видео прыгнули, или наоборот, и так далее, но какие-то всегда вы ожидаете дивиденды от той или иной деятельности, и когда вы снимаете там для портфолио бесплатно, там вы как бы вроде бы вкладываетесь в это, вы покупаете камеры, там вам дарят эти камеры, там родители, кредиты, еще что-то, просто какой-то старый фотоаппарат используйте, и все это качает ваш скилл, но это имеет какой-то вот потолок, и этот потолок быстро достигается в условиях того, что вы начинаете над этим работать. И чтобы перепрыгнуть этот рубеж, необходимо какие-то инвестиции уже со своего кармана лично, и на перспективу, ну как бы большой кэш, да, условно для каждого большая цифра, это как бы, да, большая разная, но суть имеется в виду, что вы когда получали там какие-то свои условные там 5000 рублей в месяц за то, что вы делаете какую-то подобную работу, вот, я утрирую, просто в рубли перевожу на ходу, я не в курсе как бы цифр цены в России вот этого всего курса, но я просто утрированно говорю, вот там 5000 рублей, допустим, да, вы получаете, вы там еще можете учиться, там еще что-то, да, но вы снимаете что-то где-то, пытаетесь кому-то снять за 500 рублей, за 1000 рублей и так далее, вот, потом это все доходит до потолка, и вы уже не хотите брать столько денег, да, за ту работу, которую делаете, ваш уровень вырастает, но денег не прибавляется, и, естественно, вы не можете дальше двинуться, поэтому в тот момент было решено поехать в Чехию, и в этой Чехии уже был разработан план того по возврату, чем заниматься, то есть ты не просто возвращаешься и тратишь деньги там куда-то в трубу, ты просто возвращаешься, ты собираешь снова вещи, и ты не остаешься в той же провинции, ты не сидишь там на дрожжах, да, родителей, ты не ждешь там от какого-то там подруги друга, там каких-то, ну, шагов там, да, поехали туда, поехали сюда, потому что коллективно всегда легче, коллективно всегда интересней, вот, ехать куда-то двигаться, и это понятно, но ты должен принять решение сам, ты должен подумать над тем, что будет дальше в твоей жизни, потому что если ты не будешь двигаться никуда, то никаких инвестиций, никаких как бы улучшений твоего скилла не будет происходить, и это важно понимать, потому что иначе никак. Те полгода в Чехии, которые мы провели, это было очень интересно, это было как бы и стрессово, это было познавательно, это было очень, скажем, и физически, и психологически по-другому, просто по-другому, поэтому когда там люди говорят, что вот они зарабатывают там, условно, там 500 баксов, 400 баксов на видеосъемки и там, ну, мало там и так далее, то, ну, ребята, всему есть свое время, и ваш уровень будет увеличиваться, и деньги будут расти, но не нужно забивать, не нужно думать, что вот если кто-то сразу получает больше по каким-то причинам, то, значит, вы, делая то же самое, не можете получить эту сумму, то, значит, все, надо забивать там или еще что-то, то есть всегда двигаться вперед, так вот, находясь на этой работе, да, делая какие-то пластиковые детали, нюхая эту краску там, выполняя какую-то шлифовку, делая просто обычную, как бы такую незамысловатую работу, ты как творческий человек, как какой-то, да, и день и вдохновитель, да, пребываешь в ступоре того, что твой мозг начинает просто таять, вот как зефир, он просто лежит и тает в микроволновке, потому что вот эта работа просто тебя с каждым месяцем угнетает, я уже не говорю о том, что годами люди работают, годами на одной и той же должности, я просто, ну, не могу это принять, и поэтому движения мои были направлены лишь только на одно, чтобы вернуться, чтобы перезагрузиться в процессе, да, расслабиться, вот, и впоследствии напряженно работая, получить те результаты, которые мне нужны. Поэтому мы после полугода этой вот интереснейшей, наполненной различными эмоциями жизни, вернулись на родину. И когда я приехал, да, то сразу же, буквально через неделю-полторы-две, выпустил первое видео на этом канале и начал свой блог. И тогда был период того, что были деньги, все было, в принципе, неплохо, и еще до этого я на стоке выложил некоторые видео свои, и они продались. То есть, когда я приехал через полгода, у меня был определенный кэш на стоках разных, и я тоже этому абсолютно точно был рад, потому что это дополнение в бюджет, и увеличить наши инвестиции. Поэтому, приехав, я начал просто делать тонну видео на канал, таким образом освежая себя, освежая, как бы, все, что я делал, подытоживая какие-то моменты, да, и делая какие-то проекты. То есть, уже в Чехии я договорялся за проект клипа музыкального, который вышел уже после того, как мы приехали. Мы начали это все снимать. Постепенно это был долгий муторный процесс, но мы все-таки сделали клип. Вот, в какой-то степени во время съемок этого клипа, да, мы двигались по различным, как бы, да, вариантам. То есть, мы снимали у нас в городке, потом мы поехали в Киев, там снимали сцену. То есть, было более так масштабное движение, вот. И впоследствии было принято решение, что необходимо дальше двигаться. Дальше двигаться в большой город для того, чтобы там, вот, попасть в еще одну зону дискомфорта и оттуда уже начинать думать. То есть, избавиться от каких-то зависимостей родственников, вот, каких-то квартир, да, за которые ты не платишь, кайфуешь там сидишь и так далее. То есть, поехать туда, где ты вынужден будешь отдавать деньги, где ты вынужден будешь крутиться, искать работу, работать там, не знаю, где угодно, по-первых, собирать заказы какие-то, выполнять старые. Ну, в общем, максимально отдаваться тому, что ты делаешь непосредственно в своей жизни, проверять себя на прочность таким образом и дальше уже задавать себе вопросы, то ли ты делаешь, что хотел в своей жизни. Поэтому эта серия может показаться для вас более лайтовой, чем предыдущая, потому что она не имеет каких-то больших, вот, всплесков, перепадов, там, тысячи тонн работ, которые были сделаны в тот период, начало, вот. Но здесь очень важный момент – это принятие решения в своей жизни, поменять что-то, да, то есть, в данном случае вы, снимая там свадьбы, еще что-то, решили просто изменить вектор своего направления и уехать там куда-то, допустим, да, вот, и потом вы вернулись и вообще не продолжили это делать, да, и так далее. У каждого по-разному, но сама суть того, что необходимо, когда есть сложность принятия какого-то решения, когда вы стоите и думаете, вот, продолжать вам, не продолжать, двигаться куда-то, не двигаться, переезжать, не переезжать там, да, и так далее. Какие-то такие вопросы, которые вроде бы, да, должны решаться быстро, но основная задача себя – окунуть в какую-то стрессовую ситуацию, при которой на определенном количестве времени вы выясните, что и зачем вы хотите делать. И только так это работает на долгосрочную перспективу, когда вы принимаете решения сквозь какие-то проблемные жизненные этапы, когда вскрывается реально необходимость тех или иных вещей в вашей жизни, реально необходимость тех или иных людей в вашей жизни, и так далее по цепочке. Поэтому, принимая такие решения, прежде всего подумайте, достаточно ли вы прошли этапов, достаточно ли вы сделали для того, чтобы двигаться дальше, и, безусловно, нужно двигаться дальше. Поэтому, если вам понравилось данное видео, обязательно поддержите, поддержите лайком, подпиской, все эти дела важны. И это вторая серия «Пути режиссера». Еще много чего интересного, чего я сейчас не могу говорить, то, что происходит со мной, и где я сейчас нахожусь, то, что называется, когда я уже переехал в Большой город, сейчас я в Большом городе, как я здесь, все это делаю, какие работы я менял, как это все происходило, что сейчас в видеосъемке, что с проектами, как это все, как брать проекты, какие есть варианты работы в Большом городе для человека, который занимается видеосъемкой, как реально двигаться в индустрии, не когда вам там падают какие-то заказы по связям и так далее. А вот то, что происходит с тем большинством, которые решили заняться видеосъемкой без специального образования. Я надеюсь, что вам этот сюжет помог. Если вы хотите продолжения, обязательно поставьте лайк, тысячи лайков под этим видео я ожидаю, да, ну, естественно. Поэтому, всех благ, всех обнял, до новых встреч!